9 часов Ульяновске. Вести Ульяновск в прямом эфире. Телеканал Россия. В студии Владислав Битковский. Доброе утро. Смотрите в выпуске. Дом с сюрпризом. Имелись разрушение термического шва, трещины на стенах квартиры. Вышеевки недостатки строителей удалось устранить только после вмешательства прокуратуры. Битва за правое дело. За этими крупными двумя управляющими компаниями стоят тысячи жителей. Ты плюс монополист. Как же это не наша сфера деятельности? Ульяновское управление Федеральной антимонопольной службы подводит итоги уходящего года. Их продукция меняет жизнь людей. Я скажу так, их нет. Мы единственные производители таких кистей. Об уникальной разработке российских ученых расскажет Павел Игнатьев. Нормально жить начали только после вмешательства прокуратуры. Жители Ишеевской новостройки долгое время страдали от недоделок застройщика и халатности управляющей компании. В отсутствие дренажной системы был затоплен подвал, а снег то и дело грозил упасть на голову. Люди были вынуждены обратиться в районную прокуратуру. В прокуратуре района проведена проверка, в ходе которой установлено, что застройщикам ООО «Энергосервис» и управляющей компанией ООО «Армада» допущен ряд нарушений жилищного законодательства. Например, такие как отсутствие ограждения в виде специальных элементов снеговодержания и водосточных воронок внутреннего водоотвода. Кроме того, имелись разрушения термического шва, трещины на стенах квартиры. В доме 111 квартир, в том числе и для детей-сирот, сдача была относительно недавно, в 2015 году. В этом году у дома юбилей, но только после вмешательства прокуратуры недостатки были устранены. Зимой было опасно жить, скажем так. То, что снег действительно падал с крыш. Вот сейчас нам их установили. Надеемся, что снег уже будет удерживаться. Нагрузка не будет такая уже большая. То есть мы чувствуем уже себя в безопасности. Кроме того, прокуратурой района в Ульяновский районный суд направлено исковое заявление к администрации муниципального образования Ульяновский район о признании действия по введению объекта в эксплуатацию незаконными и ООО «Энергосервис» об обязании устранить недостатки и несоответствия требований строительных норм. Исковое заявление уже рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены в полном объеме. Важнее всего погода в доме. Причем в самом буквальном смысле слова. Ведь на улице с каждым днем все холоднее и холоднее. Что делать, если и в квартире вдруг потянуло с тылом воздухом, а батареи затаились и перестали отдавать тепло? Набирайте 0,5. Мороз ослабнет к следующей неделе. А пока холодная погода, горячая пора для коммунальных служб. Центр управления городом координирует действия аварийных бригад и принимает заявки от жителей Ульяновска. В целом отопительный сезон 2020-2021 идет в штатном режиме. В этом году поступают точечные заявки в Центр управления городом по регулировке систем центрального отопления. На примере за прошедшие сутки поступило 16 заявок, которые в настоящий момент находятся в обработке с управляющими компаниями и с теплоснаживающими организациями города. В основном это последствия тех или иных аварийных ситуаций, которые происходят на теплосетях. Именно такая история произошла на улице Карла Маркса, 28А. Старый деревянный дом и такие же ветхие инженерные сети. В ветреную погоду жильцы радовались, когда в квартирах было 17 градусов. Нередко температура снижалась и до 13. Неделю назад пришлось обратиться в службу 0,5. В субботу было холодно, но обратились в службу 0,5. Они приехали быстро, минут 20. И буквально минут 10 устранили эту проблему. Теперь у нас приблизительно тепло. Температура 20-22 в доме. Шестилетний Максимка быстро отреагировал на комфортную температуру. Сейчас катает машинки не в шерстяном костюме. Теперь в ходу летняя форма одежды. А всё благодаря слаженным действиям инженеров из 0,5 и управляющей компании. Увидели то, что было завоздушивание системы центрального отопления. Приняли решение, что необходимо стравить воздух. Поскольку элеватор данного квартирного дома находится в доме 28 по Карлу Марксу. Спустились в элеваторный узел. Перезапустили заново дом. Стравили воздух, поставили на циркуляцию. После чего данная проблема ушла. Завоздушилась система отопления после ремонтных работ на теплосетях. На входе в дом поменяли лопнувшую трубу. Кстати, в эти морозные дни многие жалобы не подтверждаются. 22 градуса в квартире – это норма Санпина, говорят специалисты службы 0,5. И особенно претензии не обоснованы, если датчик погодного регулирования решением Общедомового совета выставлен как раз на эту температуру. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Судебная практика успешная. Ульяновское управление Федеральной антимонопольной службы подвело предварительные итоги 2020 года. В сфере финансовых рынков и рекламной деятельности УФАС выиграло 100% всех поданных в суд дел. В целом этот показатель немного ниже – 87%. Но неуспех своих юристов Геннадий Спирчагов объяснил неоднозначным решением конкретных судей. Приведя в пример дело с ПАО «Т-Плюс», в 2019 году монополист двум ульяновским управляющим компаниям выставил дополнительные счета сверх тех, которые были сформированы по приборам учета. Ульяновский областной суд признал нарушение закона, но снизил в два раза и без того минимальный штраф. С 5,5 миллионов рублей до 2 миллионов 800 тысяч рублей. «Т-Плюс» оспорило это решение в апелляционном суде Самары, где судья постановил, что порядок определения объемов энергоресурсов, поставляемых многоквартирным жилым домам, не относится к введению антимонопольщиков. Но они не стали отступать и отправили касацию в арбитраж Поволжского округа. За этими крупными двумя управляющими компаниями стоят тысячи жителей. «Т-Плюс» монополист. Как же это не наша сфера деятельности? Так вот, 30 ноября состоялся суд в Казани, куда мы подали уже иск на решение Самарского суда. И суд касации, то есть касационного суда, не согласился с додами Самарского суда и полностью отменил решение Самарского авиационного суда. Он полностью не согласился. И в его решении сказано, контроль за данными действиями входит в абсолютные полномочия антимонопольного органа. Таким образом, штраф за нарушение антимонопольного законодательства «Т-Плюс» все-таки придется заплатить. Кстати, это дело нашло отражение в авторской программе «Правда и справедливость» специального корреспондента ГТРК «Волга» Эдуарда Истомина. И по итогам года он стал победителем журналистского конкурса, который проводила федеральная антимонопольная служба. Третье место завоевал еще один наш коллега, радиожурналист Евгений Слюняев. Сэкономили на госдолги, потратят на новые авто ульяновским медикам. Правительство региона в 2020 году при обслуживании государственного долга сохранили 198 миллионов рублей. Согласно проекту постановления администрации области, эти деньги распределят на развитие здравоохранения. В частности, 68 миллионов направят на закупку автотранспорта для больниц. Планируется приобрести 50 санитарок УАЗ и 25 патриотов. Еще 63,6 миллиона рублей выделят на оплату страховых взносов учреждениям здравоохранения. 36 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда. Еще на 30 миллионов рублей увеличат расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами. Кроме того, 609 тысяч рублей муниципальные власти сэкономили на торгах. Эти деньги корпоративный университет Ульяновской области направят на проведение ежегодного областного конкурса «Лучшие во власти». Резидент инновационного центра «Сколково» команда «Моторика» выпустила очередную уникальную разработку – высокотехнологичные протезы рук для людей всех возрастов. Инвалиды получают протезы абсолютно бесплатно, помогает фонд социального страхования. В госпрограмму вошли семь первых жителей региона. Подробности у Павла Игнатьева. У маленькой Сабины жизнь увлекательная и насыщенная. Успеть бы все дела расписанные поминутно. Она любит книжки, она любит игрушки, играет, и бегает, и прыгает, и на машинках ездит. Девочке скоро два. Подарки она получает уже сейчас, за три месяца до дня рождения. Вот молодец, умничка. Еще разок. Молодец. Новая рука вызывает неподдельный интерес. Специалисты «Моторики», резиденты инновационного центра «Сколково», разработали для нее протез с индивидуальным дизайном. А смотри, кто здесь. А здесь вот смотри. Симка. Смотри, Симка. Видишь? Прыгает там у тебя на ручке. Еще совсем недавно получить такой протез было куда сложнее. Приходилось отправляться на прием в столицу, делать слепок и ждать. Иногда несколько месяцев. Эти все процессы исключаются. То есть делается скан в компьютер, отправляются в электронную почту, и они уже запускают в работу. Ошибки даже в теории невозможны. В наборе все необходимые тяги. Замки для сгиба в локте и кисти. Регулируемая в силах схвата. Благодаря новым технологиям в жизни миллионов инвалидов ограничений становится меньше. Разработки ученых из Сколково уникальны даже в мировых масштабах. Специалисты уже сейчас установили 2000 протезов. Кроме российских субъектов, технологии идут на экспорт в 12 зарубежных стран. По активным протезам кисти нет, не уступает. И я скажу так, их нет. Мы единственные производители таких кистей. Без рук живут миллионы людей по всему миру. Только 20% из них используют протезы. Мечта специалистов моторики обеспечить всех нуждающихся. Так удастся восстановить хотя бы часть утраченных функций. И сделать жизнь пусть немного, но комфортнее. Павел Игнатьев, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Вести Ульяновск на телеканале России. Мы продолжаем. Огромное желание ульяновцев преображать свой двор, микрорайон и общественное пространство вокруг себя оценили в федеральном центре. В 2020 году 17 проектов региональных ТОС стали победителями конкурсов фонда президентских грантов. В результате вместе с ассоциацией ТОС с Ульяновской области в регион привлечено более 10 миллионов рублей на благоустройство территорий, восстановление памятников и исторических мест к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также оздоровление населения. По словам руководителя регионального органа местного самоуправления Владимира Сидорова, сегодня ТОСы – это массовое общественное движение, и они вполне могут стать инструментом изменений, с помощью которого люди будут слышать и помогать друг другу. Стоит отметить, что Ульяновская область входит в тройку лидеров по развитию числу таких организаций. В регионе зарегистрировано более 360 ТОСов. Наш опыт сейчас изучают многие субъекты страны. В рабочем поселке Старая Майна отремонтировали Аллею Славы. После ремонта мемориальный ансамбль буквально заиграл новыми красками. За 2 миллиона консолидированного бюджета и стараниями местного боевого братства памятники, фасады и покрытия облицевали и покрасили. Бетонное покрытие основания заменили на тротуарную плитку. Сама аллея украшает центр поселка. Ежегодно здесь проходят празднования Дня Победы и патриотические акции. Мы также проводим уроки мужества в школах. Детям не расскажешь голословно, на пальцах не покажешь. Но нам для проведения занятий, для проведения воспитательной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения необходимо, чтобы наши памятники, посвященные ветеранам локальных войн, отечественной войны, выглядели соответствующим образом. Естественно. Еще одна инициатива местного боевого братства – установка памятников героям локальных военных конфликтов. В поселке сейчас проживает более 60 афганцев и более 100 участников конфликта на Северном Кавказе. После проработки эскиза монументов активисты готовят проект документации для подачи на грантовый конкурс. Сразу на нескольких площадках обсудили цифровое развитие региона. Для этого в Ульяновской области утвержден экспертный совет при правительственной комиссии. Кто вошел в его состав и чем будут заниматься люди, ответственные за умные технологии, об этом в материале Яны Федорищевой. В этих стенах думают над цифровым развитием региона. В точке кипения традиционный мозговой штурм Каворкинг-центр отмечает свой третий день рождения. Дружный коллектив работает даже в праздник. Ребят, это вам. Спасибо. Спасибо. Дорогие эксперты, это вам. В пользе цифры они не сомневаются. Новый век диктует свои правила. Работа оперативная, доступная даже в глубинке. Задача Совета при правительственной комиссии сделать так, чтобы пользу от умных технологий почувствовал каждый. Уже сегодня мы с вами можем реализовать такие направления, как достижение цифровой зрелости, как цифровое государственное управление, как искусственный интеллект, как проект, связанный с большими данными. В общем-то и как цифровая грамотность в навыке, и как профессиональное развитие кадров в IT-сфере. В формате онлайн нужно и обсуждать, и вовлекать своих участников, предлагать эти цифровые решения и сервисы для жителей региона, начиная от профессиональной деятельности, возможно, организовать свою работу, заканчивая организацией досуга, учебы и так далее. Поэтому для нас, конечно, учитывая веяние и требования времени, вопросы цифровизации сегодня выходят на первый план. Сегодня цифровую трансформацию обсуждает все чаще при правильном подходе. Развитие отрасли почувствуют во всех сферах жизни. Сейчас, например, тот же цифровой контур здравоохранения призван для того, чтобы помочь врачу, не отвлекаясь от главной работы, уменьшить сроки исполнения на техническую работу. То, что может сделать цифра. Чтобы новые технологии работали эффективно, особое внимание и цифровым решениям в сфере информационной безопасности. Интеллектуальные системы приходят на помощь людям уже сегодня. Позиция региона – развивать их и дальше в том же объеме. Яна Федорищева и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. 125-летие Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова посвятят три дня. С 15 по 17 декабря в регионе пройдет форум в привычном уже онлайн-режиме. И участвовать в нем будут музейные работники Приволжского федерального округа. Главная тема симпозиума – молодежь в музее, сотрудники и посетители. Непозитивный челлендж, проблемы, опыт, решение. Руководители и специалисты ведущих музеев страны обсудят развитие науки в музеях, работу музеев, когда они закрыты для посещения. Поговорят о проектной деятельности. Запланирован также тренинг по разработке новых способов привлечения молодой аудитории в музей. Молодые профессионалы среди спасателей и полицейских в конкурсе WorldSkills Russia есть и такие компетенции. На региональном этапе испытания проходят на базе Ульяновского филиала колледжа Государственной муниципальной службы. Готовы ли конкурсанты уже сейчас к чрезвычайным происшествиям, выясняла наша съемочная группа. Беру смывы из-под ногтей. Вопреки советам мамы, Юля не стала медиком, а пошла учиться на полицейского. Осмотр места происшествия, заполнение протокола, снятие отпечатков пальцев. Эти задания для ее команды даются легко. Я думаю, мы справляемся с заданием на отлично, так как у нас девиз в команде «один за всех и все за одного». Взаимовыручка и слаженность действий важна и для спасателей. Кстати, среди них тоже есть девушки неробкого десятка, готовые к любому развитию событий. И физически сложно, и морально. Потому что разные вещи бывают у спасателей. Случается, что после дежурства дома сутки молчу, переживаю за погибших в огне пожара, подтверждает командир Ижевского спасательного отряда Александр Писаревский. Сегодня в Ульяновске он в качестве эксперта оценивает действия курсантов. Да, я многих из них рад был бы видеть в рядах спасателей и пожарных делать одно общее дело. И действительно, некоторые из ребят на этой тренировочной площадке уже дежурят в пожарных расчетах. А с помощью конкурса подтверждают свое профессиональное мастерство. Проводя такие соревнования, мы показываем, что профессии, по которым мы готовим наших студентов, важны, нужны и востребованы, являются престижными. Команда из Ульяновского колледжа, государственной и муниципальной службы обязательно попадет на всероссийский этап. Уверены организаторы соревнований. Выступать, скорее всего, придется в родных стенах под прицелом веб-камер. Дистанционный формат конкурсом WorldSkills Russia освоен. Татьяна Дудина, Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. А вот экологический проект Ульяновской школы уже стал победителем международного конкурса. Школа номер 72 с углубленным изучением отдельных предметов приняла участие в конкурсе эко-проектов «Экологическая культура, мир и согласие» с собственной разработкой под названием «Чистота родного края». О том, какую роль играет экология в жизни школы, материал Ирины Силкиной. Не все птицы улетают на юг. Птицам зимой очень тяжело найти еду, поэтому мы решили помочь птичкам. На прошлый урок первоклашки принесли кормушки, а сегодня изучают виды корма. Не все птицы едят обычные семечки, а некоторым они даже противопоказаны. Я набираю якорь для сверестеля, чтобы не умеряю. Уже 10 лет подряд школа проводит фестиваль за чистоту родного края. Здесь есть свои ютуб-проекты, посвященные экологии. Выпущен собственный эко-навигатор. На уроке русского языка нам попало слово «юнат» в упражнение. И вот как раз мне попался под руку мой эко-навигатор. Я с ним работаю давно. И там на страничке 223 есть слово «юнат». И объяснение, как это слово пишется, откуда слово появилось. И Жене, оказывается, уже больше 100 лет. Детям очень понравилось, как они сказали потом, сказали, что такие уроки нам интересны. Будем еще работать с эко-навигатором. Раз в месяц проходит сбор макулатуры. Детей не надо уговаривать. Вместе с родителями они делают свои, пусть пока небольшие, шаги в спасении планеты. Мы собираем макулатуру, чтобы помогать деревьям, чтобы их не пилили. Обычно картон ненужный, ненужные тетради. Экологический компонент в том или ином виде присутствует в каждом уроке 72-й школы. В учебном заведении уже давно выбрана ключевая линия в системе воспитания. Экология – это и есть человек. Поэтому от отношения к человеку, от отношения к природе, от отношения к миру зависит все. Мы очень надеемся, что мы, люди, вместе с детьми будем меняться. Потому что новому миру нужен новый человек. Когда циклический процесс, да, когда ты понимаешь, что от твоих действий зависит жизнь, будущее. Выигрыш в международном конкурсе экопроектов – еще один этап, вполне закономерный. Приз – сертификат на приобретение дополнительной учебной литературы. Дети будут больше знать о жизни, а деревья и птицы будут просто жить. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Областная школа искусств в этом году отмечает 80-летие с момента образования. Первая детская школа искусств открылась в Ульяновске в 1940 году и всегда была главной площадкой по выявлению талантливой молодежи региона. 2020 год стал для школы знаковым годом. Учебному заведению присвоен статус губернаторской школы искусств для одаренных детей. Мы стали региональным металлическим центром по работе с творчески одаренными детьми. Мы будем выявлять и сопровождать одаренных деток и профессиональных ориентировать. То есть задача этой школы в том, чтобы дети получали дальше профессиональное образование, потому что эти дети потом возвращаются в наш оркестр симфонических народных инструментов, в преддверии юбилея школа чествует лучших преподавателей и сотрудников. Особая гордость – новые музыкальные инструменты – самый лучший подарок. Инструменты шикарные, профессиональные. Мы так рады. У нас еще существует духовой оркестр уже более 20 лет. И я надеюсь, что этот оркестр скоро выйдет на концертные площадки города и области. И дети будут играть на профессиональных инструментах. И нам вот на фольклорное отделение в связи с 25-летием нашего коллектива и в связи с 80-летием школы нам подарили вот такой замечательный красивый тульский паян. Сожеление, день рождения у нашей школы только раз. Гарусь. Дед Мороз живет в каждом фонде «Дари добро», верит в этот постулат, верит в людей. А потому и запустили в регионе акцию под таким названием. Министерство молодежного развития предлагает ульяновцам стать волшебниками и сотворить чудо для детей. Уже 26 декабря новогодний караван «Добра» отправится в путь. К тем, у кого нет возможности встретить Новый год празднично и весело, но чудес ждут все. Поэтому любой желающий может принести, оставить сладкий подарок для незнакомца. Запоминайте адрес. Улица Спасская, 19, дробь 9, кабинет 212. Подробнее об акции можно узнать по телефону 727-728. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра. А у меня на этом все. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 6 до 11 градусов мороза. В Ульяновске минус 6, минус 8. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова